А вы, кстати, пробросили такое, что молодежь, дети, условно, должны прислушиваться. Я правильно понимаю, что Варвара, я сейчас говорю не про певицу Варвару, а про вашу дочь, что она так тоже любит вступать в дискуссии и, в общем, строптивый такой человек. Она строптивая девочка, но она более сдержанная, допустим, чем я. Да. Я в детстве и вообще в юношестве как-то страдала от того, что я не могла сдержаться. Ну да, наслышанная про якобы вашу способность взрываться и прочее. Совершенно верно. Сейчас с какой-то мудростью я приобрела какое-то терпение. Это, конечно, вся семейная ситуация на это все. А Варвара, как вы сами считаете, это мамина дочка или папина? Кого там больше? Папа. Папа больше, да? Папа, конечно. Хотя ее тянет на сцену. Она поняла, что она не будет певицей. Но она сейчас объявила себя моделью и ходит по подиуму в 14 лет. А то есть ростом она в маму, я так понимаю, раз или... Практически. Раз она... А где ее можно посмотреть? Ну, сейчас пока ей 14 лет, она еще... Ну что, 14 лет для модели это... Да, ну уже какие-то предложения начали поступать, я вам скажу обязательно. На неделе высокой моды, я думаю, что можно ее будет увидеть. А как папа вообще относится к тому, что она вот выбрала такую, такую, это, в общем-то, модель, это, не знаю, семья, топ-менеджеры? Я думаю, что, конечно, это не профессия. Ее папа отдал ей математические свои знания, и у нее к этому есть талант. А 14 лет уже ухажеры есть, помимо таланта. Есть талант, наверное, уже есть поклонники. Ну, она как-то, вы знаете, вот не страдает от того, что надо бежать на встречи, она целиком и полностью у нее... Художественная школа, какие там поклонники? Художественная школа, модельное агентство, плюс репетиторы по математике, потому что все-таки поняла, что хочет поступать на экономический вуз, а для этого нужно... математика не дает сбоев никаких. У вас всего четверо, да? Три-три мальчика и девочка. Все слушают Варвару? Или никто не слушает, или частями? Прислушиваются. Не могу сказать, что слушают. Это прошел уже тот возраст, потому что они уже взрослые дядьки. Но прислушиваются. Причем, если мне что-то не нравится, то я говорю достаточно в жестком варианте. И тут уже просто даже не послушаться нет шансов. Вот, поэтому прислушиваются. А какую музыку они слушают вообще? У них есть какие-то общие совпадения музыкальные, учитывая, что они, в общем-то, разные совершенно, насколько я понимаю? Они все разные, но они слушают все хорошую музыку, качественную. Вот это ответ. Что такое хорошая музыка? Нет, давайте бы я вам сказать, что такое плохая музыка, чтобы я понял. Что вы называете плохой музыкой? Ну и зачем я буду... Своих коллег обижать. Ну, конечно, зачем мне это нужно? Мы спросим потом у сидящего здесь Ярослава, что он слушает. Но я иногда даже у него беру пример, потому что те группы, которые он слушает, я, например, вот не знаю, и мне нравятся их аранжировки достаточно качественные. Ну, то есть какая-то вот хорошая история. Не могу сказать, что дети слушают плохую музыку. Это серьезная музыка. Классику слушают тоже. Варя, например, любит убираться в комнате под классику. Она... Ох, как вы воспитали-то правильно. Вивальди слушает совершенно спокойно и так с легкостью убирается в своей комнате. Ей нравится. Чтоб моя дочь в 14 лет Вивальди слушала, а слушала совсем в совсем другую музыку. У Ярослава в машине джаз постоянно звучит. Ну, это понятно все-таки. Все-таки есть кого брать пример. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. Подписывайтесь на канал.